В одной из квартир коммуналки на улице Октябрьской, по всей видимости, скромно пировали. Правда, результат оказался далеко не скромным. Тяжело раненого человека срочно увезли в больницу. А еще оказалось, что некоторые участники событий хорошо знакомы сотрудникам полиции. Как только полицейские переложили раненого на носилки, чтобы донести до кареты скорой, мужчина пришел в себя, но так и не смог сказать, что именно с ним произошло. А как, держи носилки. По предварительным данным, у пострадавшего, помимо многочисленных ушибов на теле, врачи обнаружили несколько ножевых ранений. Причем, раны эти были довольно тяжелыми. Учитывая, сколько крови человек потерял, пока лежал без движения на лестничной площадке, медики сразу поняли, что пациента как можно скорее нужно довезти до больницы прямиком на операционный стол. Полицейские довольно быстро обнаружили, что кровавые следы с лестничной площадки ведут в одну из квартир, расположенную на втором этаже. Однако жильцы, это самые квартиры, долго не хотели впускать внутрь стражи порядка. Лишь после того, как им пригрозили, что будут выламывать замки, они открыли дверь. Тут знакомые лица. Здравствуйте. Стоим здесь. Люди, которые все-таки открыли дверь в квартиру, оказались хорошо знакомы стражам порядка. Выяснилось, что девушки частые гости местного отдела полиции. Их регулярно задерживают и оформляют по различным статьям. В этот раз дамы стали уверять, что к поножовщине не имеет никакого отношения. Якобы мужчина уже раненый, к ним заходил совсем ненадолго. Перепачкал всю квартиру своей кровью, а после спокойно ушел. Тут нет никого. Он пришел, просил выпить. Весь с кровью. Мы его протерли. Он дальше пошел. Мы выходим в магазин через полчаса. Он болеет, что мы его хотели поднять, а он сказал, не надо. Во всю эту сомнительную историю стражи порядка, естественно, не поверили. Но их больше интересовал общий знакомый девушек. Ранее судимый хозяин одной из комнат коммуналки, который заперся в своем жилище и не хотел никого впускать. Чтобы уговорить открыть дверь, понадобилось потратить время. Вообще не произошло. Я спал, меня подняли. Что случилось? Что случилось-то? Там просто кровавые следы в вашей квартире. Он пришел, мальчишка, сказал, нам чаю. Мы ему налили. Я с плечом здесь. Вы не при чем? А почему дверь не открывали? Ну, я спал. Спали? Да. Просто я очень долго плачал. Вначале громко все было. Крепко спали? Крепко спал. Полицейские говорят, скорее всего, кровавые разборки – это итог пьяных посиделок, которые проходили в одной из квартир. Стражи порядка доставили в отдел всех участников попойки, чтобы выяснить, что именно произошло этой ночью и кто из собутыльников орудовал ножом. Сегодня днем на пересечении улиц Восстания и Октябрьской произошло ДТП. На проезжую часть выбежал мужчина и столкнулся с Вольво. Пострадавшего пешехода увезли на скорой. Почему мужчина так торопился и от кого бежал? Я уже выезжал в заднюю часть, и он мне как раз ударил. Он отсюда бежал, вот отсюда. По словам водителя Вольво, пешеход 35 лет перебегал дорогу на красный и угодил прямиком в правую заднюю часть иномарки. Более того, бежал даже не по зебре и по тротуару, а по проезжей части и диагонали. Я стоял на спитофоре, а тут милиция кого-то проследовала, и вот он отсюда выбежал. Я уже на зеленом проехал, я второй стоял в очереди. Первая машина проехала, я второй поехал налево, начал поворачивать, у меня в заднюю часть прям совсем дуре прям разбежался и давился. По предварительной информации, мужчина бежал от полиции, поскольку не хотел решать миграционный вопрос. Вероятно, бегун выходец из ближнего зарубежья. Но он путался постоянно. То одно, то другое, то третье, то четвертое. То да, неправильно говорит, то жена, то дети, то еще что-то. То поеду, то не пойду. Вел себя неадекватно, короче, полным образом. У владельца «Вольво» есть неполная страховка. Вот только как он признался, даже непонятно, как покрывать ущерб, если у пешехода нет регистрации. На случай дальнейших разборок у мужчины есть очевидцы и запись с камеры регистратора. По одной из версий, пострадавший получил ушиб ноги, и его передали медикам. Киа вылетел с проезжей части, снес дорожный знак и несколько секций металлического забора. Авария произошла на улице Айдарова. Очевидцы рассказали, что водитель Рио пытается скрыться с места происшествия, но сделать это не удалось. Водитель Киа сразу стал винить в произошедшем пешехода, который якобы неожиданно выбежал на проезжую часть прямо перед его машиной. Он, конечно, сразу ударил по тромозам, но на мокрой после дождя дороге они не помогли. Говорит, если бы не крутанул рулем в сторону, то наверняка бы сбил человека. А скорость большая, что ли, у вас была? 50. 50? Ну. Не смогли остановиться при 50? Чего-то поздно заметил. После наезда на дорожный знак и металлические заборы иномарка получила серьезные повреждения. В салоне сработали все подушки безопасности. Они уберегли водителя от каких-либо травм. Пешеход, увидев, каким последствиям привела его попытка перейти дорогу на красный свет, сразу убежал. А нам сказали, что этот уехать пытались, да, скрыться? Ну, вытащить хотели. Посмотреть, что там. А сами трезвые, да, вы? Да. Ничего не употребляют? С работы едут, как употреблять? Ну, по-разному наследие бывает. На работе употребляют. За работой тоже за рулем, блядь, за тракторы. Водитель Киа в самом деле оказался трезв. Согласно полюсу ОСАГО, страховщики должны будут оплатить ремонт только забора и дорожного знака. Автомобиль владельцу придется восстанавливать за свой счет. Очередное ДТП произошло на пересечении улиц Университетской и Профсоюзной. Столкнулись Мазда и Мерседес. Судя по повреждениям, водитель японской машины поднимался по Университетской и не уступил дорогу владельцу Мерседеса. Удар отбросил автомобили на забор. Иномарки снесли несколько секций ограждения. Пострадавших нет во всех обстоятельствах аварии. Предстоит разобраться с сотрудником госавтоинспекции. Ладу Калину остановили инспекторы ГИБДД для стандартной проверки документов. Документы водителя оказались в порядке. На нем была маска и он был в перчатках. Но поведение показалось стражам порядка подозрительным. В процессе общения человек заметно нервничал. Сотрудники предложили пройти медосвидетельствование, но получили категорический отказ. Ну что ж, машину увезли на спецстоянку, а автолюбителя должны будут на суде лишить водительского удостоверения и выписать крупный штраф. В набережных Челнах полицейские пресекли незаконную игровую деятельность. Предприимчивые люди переоборудовали гаражный бокс для проведения игры в покер. При этом гараж был поделен на две части. Одна в качестве зоны отдыха, вторая игровой стол. Личности нарушителей закона пока не установлены. Полицейские изъяли, кроме компьютера, карты, фишки и иные атрибуты подобных заведений. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное проведение азартных игр». Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Также следует отметить, что ранее в этом гараже также проводились незаконные азартные игры с использованием компьютерного оборудования. Однако деятельность злоумышленников была пресечена. Полицейские задержали мужчину, который похищал денежные средства с банковских счетов граждан. Сумма причиненного ущерба превысила полтора миллиона рублей. По подозрению в совершении ряда хищений денег, у граждан сотрудники полиции задержали 45-летнего, нигде не работающего жителя республики. Злоумышленник незаконно получил доступ к базам данных сотовых операторов, расположенных рядом с отделением банка, после чего перехватывал мобильный трафик абонентов. При помощи программного обеспечения собственной разработки фигурант получал ключи для дешифровки сообщений, создавал дубликат сим-карты и имел возможность принимать сообщения вместо потерпевших. Получив доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, злоумышленник похищал денежные средства через мобильное устройство, которое затем снимал в банкоматах. Сотрудники правоохранительных органов насчитали 7 фактов противоправной деятельности, в которых подозревается мужчина. Ущерб от незаконных деяний составил 1 миллион 600 тысяч рублей. Следственным отделом отдела МВД России по Лаишевскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кражи». Теперь в отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.